Приветствую вас, коллеги-коллекционеры, а также любители игр и околоигрового стаффа. Данным роликом я хотел бы открыть новую рубрику на канале, в которой я буду показывать свою коллекцию, преимущественно я буду показывать просто свою коллекцию игр. И не только игр, возможно вот таких вот товарищей и всего сопутствующего стаффа, гиковского, скажем так, стаффа, околоигрового. Не знаю, пока не уверен, насколько пойдет вся эта тема, но я надеюсь, надеюсь вам это понравится. Те, кто подписан на канал давно, наверное, замечали, что я года два, наверное, уже ничего не выкладывал, забил полностью на канал. Ну, скажу честно, мне не пошла эта тема, мне немножко надоело. И плюс от YouTube постоянно приходят, приходили и приходят различные жалобы на ролики, постоянно отключают монетизацию и тому подобные проблемы. Мне все это, честно говоря, надоело. Даже вплоть до того, что удаляли ролики. Ну и в принципе, как-то вот тема летсплеев, игры, комментариев, тем более, это все мне немножко надоело. И я исчез. А вот сейчас я решил вернуться вот с таким вот контентом. Надеюсь, он будет интересен и вам, и мне самому. Собственно, суть в чем? В общем, я всю свою жизнь, наверное, любил коллекционировать различные стаффы. Начиная от, не знаю, в детстве там фантики турбо, от жвачек турбо, Дональды какие-нибудь, наклейки терминаторов. Я помню, у меня в детстве был такой шкафчик, который я полностью там весь заклеил этими терминаторами. В общем, я веду к тому, что тема коллекционирования, она всегда мне очень нравилась. И в принципе, наверное, я надеюсь, будет нравиться всю жизнь. Поскольку сейчас я переехал в другую страну, ну как сейчас, уже 5 лет прошло, как я переехал в другую страну. Поэтому вся моя большая, огромная коллекция, сколько у меня, мои коллекции, скажем так, Потому что у меня не одна тема была, все это пришлось бросить. И сейчас, вот не так давно, скажем, я решил, почему бы мне не начать снова что-то коллекционировать. И основной темой сейчас для себя по игровому, скажем так, по игровой теме, Я решил избрать игры для консоли PlayStation 3. Почему именно PlayStation 3, я, наверное, расскажу позже. Я вообще думаю, что, наверное, мы сделаем так, что я не буду сейчас слишком много болтать. Для тех, кто не очень любит болтовню, а любит приступать сразу к делу. Я, наверное, сейчас перейду непосредственно к играм, которые я хочу показать сегодня, в первом ролике. А потом в конце, для самых стойких, для тех, кому интересно болтовня, А поболтать, поверьте, на самом деле я люблю и есть о чем поболтать. Довольно много тем, которые хотелось бы обсудить, которые хотелось бы рассказать И даже кое-что спросить, может быть. Вот, поэтому давайте непосредственно перейдем к играм, о которых я сегодня вам хочу рассказать. Только лишь отмечу один момент, что я специально сегодня не выбирал из своей коллекции что-то самое лучшее. Потому что, ну, хочется оставить, растянуть немножечко на другие ролики. То есть, я так специально подобрал кое-что интересное, особенное, скажем так, для меня. И кое-что совсем простенькое, которое, может быть, вас даже особо не удивит. Ну, хотя это все тоже относительно. Кому-то интересно одно, кому-то другое. Вот этих ребят я сюда поставил, ну, конечно же, для антуража, чтобы хоть что-то, какая-то картинка была. И вот этих ребят я поставил еще и для того, чтобы видеть, где у меня... Потому что я не вижу, что видит камера. И, грубо говоря, они у меня показывают, где граница, где лучше вам показывать. В общем, опять много болтовни. Давайте переходить непосредственно к играм. Первой игрой, которую я сегодня хочу вам представить, это вот такой вот представитель японского мира игр для PlayStation 3. Игра, которая называется Fist of the North Star Ken's Rage. Не очень популярный у нас персонаж. Хотя в Японии и, в принципе, по всему миру, вот, например, во Франции, тоже его очень-очень любят. Кенширу. Ну, я думаю, как минимум, многие из вас его знают по вставкам. Вот эти вот всякие смешные ролики с Ютуба. И там часто подставляют фразу из этой, не только игры, изначально это анимеха, манга и все, весь сопутствующий встав. Вот эта фраза, не помню, естественно, не знаю точно, как она произносится, все время забываю. Мне там часто пишут, даже в Инстаграме под этой игрой мне писали Oh my god, что-то там тра-та-та, шин-ды-ру. Ну, в общем, чувак, который просто одним касанием, у него там супер стиль, умение одним касанием взрывает бошки людям. Не знаю, лично мне игра доставляет ужасно. Я прямо фанат, можно сказать, стал этой игры. И, в принципе, жанр Мусо как такового, он мне тоже иногда нравится. Не во всех проектах, например, в тот же Династии Вориорс, она не так хорошо заходит. Мне сам стиль просто не нравится. А здесь прикольно. Во-первых, изначально они взяли за основу Mad Max, первый, ну, второй, скорее всего, фильм, который в то время, естественно, шумел и произвел фурор. И они вот взяли за основу тоже там пустыня, пустоши, постапокалиптический какой-то мир и все это оттуда. Ну, наверное, не буду вам сильно уж прям вдаваться в сюжет, потому что я и сам-то толком его не знаю. Я смотрел немного Мангу старую, там, я точно не помню, там, по-моему, чуть ли не с 80-х годов пошло это дело. И до сих пор очень-очень популярно в Японии уж на 100%, где-нибудь в Европе, во Франции, например, тоже его хорошо знают. Видимо, видимо, его показывали здесь в свое время, тоже показывали по телевизору, поэтому все здесь абсолютно знают. На французском его называют Кен-Лю-Сюр-Виво, ну, Выживший Кен, что-то такое. И, ну, все, в общем, знают и фанатеют. Именно поэтому и комиксов, и игр здесь, и манги можно встретить довольно часто. Я, кстати, буду полностью сам записывать для игр, которые показываю, геймплей. Вот где-то вот здесь вот, наверное, он уже, может быть, давно крутится. Я не люблю брать у кого-то, воровать, как говорится, материал. Буду сам пытаться все делать. Вообще, я стараюсь играть во все, что попадает в мою коллекцию. Потому что, ну, а ради чего тогда это все делать? Нужно же полный спектр ощущений. Потому что сама по себе коробочка, это приятно, когда у тебя есть что-то на полочке. И особенно, конечно же, для любого коллекционера приятно, когда есть что-то дополнительное. Став какой-то, хотя бы даже элементарный мануал. Это уже тоже приятно всегда. Мне очень понравилось. В игре есть как бы основной сюжет, основная, ну, компания, скажем так, основная. Есть еще бонусные миссии, в которых можно играть за разных персонажей. Там вот эта, вот эта девчонка. Ну, сейчас, наверное, я вам поставлю здесь футажик. Там эта девчонка, за нее тоже можно играть, можно драться, там пробивать. И у нее мне понравилось, что она начинает в такой, в полном манировании, в куртке, там, все. И потом, со временем, когда ее бьют. Ну, соответственно, у самого Кена, у главного персонажа в игре то же самое происходит. Раздирают им шмотки, когда больше урона получает. Все эти шмотки постепенно исчезают. И Кен там, он вообще по поясам голый остается. А, собственно, с девчонкой происходит то же самое. Но там уже немножко другие части. Это тоже такая интересная, пикантная штука. Давайте теперь перейдем непосредственно к самому изданию, к самой игре. Теперь посмотрим на нее поближе. Издание. Это довольно-таки простое, стандартный бокс, стандартный Black Label. Даже мы не видим никакого внутреннего реверсивного арта. То есть, обычно белое издание. И здесь, в принципе, тоже стандартная книжечка. Есть бумажка с кодом. Есть цветной мануал. Надеюсь, с фокусом там все нормально. Мне здесь жутко неудобно. Но надо перепродумывать, как это все делать, как это все снимать. Потому что я столкнулся с тем, что это все не так удобно. Надеюсь, по крайней мере, все в фокусе. Насколько я настроил. Мануал цветной. Это радует. Мы знаем, что когда мануал цветной, то это уже такой маленький плюс к изданию. В современных изданиях не то чтобы мануал цветной. Если вообще есть мануалы, то радуешься. Поэтому вот такое, в принципе, простое издание довольно-таки. Но при этом все равно игра считается довольно редкой. Найти ее нелегко. Особенно вторую часть. Вторую часть я вам покажу в следующих роликах. Если мы до них доберемся, конечно же. В этом ролике вот пока только первый. Вот эти вот наклейки, к сожалению. У нас есть сеть, ну не одна сеть даже. Парочку сетей магазинов, которые продают именно, занимаются различными. Ну, коммун... Не коммуналки, хотел сказать. Коммуналки. Комиссионки, вот. Комиссионки, наверное, по-нашему они называются. В которых продают всякое разное барахлишко старое. То, что люди приносят, сдают. То у них потом можно и приобрести. И вот я частенько туда хожу. Я вам потом, может быть, поснимаю. Даже в этих магазинах. Там довольно много добра различного. Можно найти. И вот такие издания в том числе. Но проблема в том, что они очень любят всякие дебильные наклейки лепить. Здесь они тоже были. Я ее кое-как смог удалить, почистить. Я спиртиком там это все удаляю. Потому что неприятно, действительно, когда здесь бац. Огромный стикер с ценой какой-то. Есть у нас другая сеть магазинов Микромания. Там у них хотя бы эти стикеры. Они как-то на такой более-менее адекватной основе сделаны. Они не так сильно лепятся. Их можно, в принципе, легко довольно-таки удалить. А вот именно Изи Кэш сеть, она вообще сумасшедшая у них. Поэтому, ну вот здесь, как видите, я решил не удалять. Потому что, когда отдираешь, потом еще хуже все это выглядит. Это я спиртом тоже протирал, когда она вот такая черная становится. Эта наклейка. Ну, в общем, есть нюансы. Идем дальше ко второй игре. Как я уже сказал, сегодня я специально выбрал не все самое вкусное из моей коллекции. Немножечко вперемешку. Не все самое редкое, самое диковинное, интересное. Поэтому второй игрой станет вот такая вот игра, которую вы наверняка видели. Которая, возможно, есть у вас тоже в коллекции. Аватар Джеймса Кэмерона. То есть, игра по фильму. Игра по фильму Аватар, который был... Ну, все вы знаете, этот фильм был очень популярный. И, как правило, игры по фильмам, они... Ну, считается, что они не очень. Зачастую они делаются так, на коленке. Просто раньше это было, что игра делалась для рекламы фильма. Сейчас уже времена немного меняются. Сейчас, на мой взгляд, фильм больше рекламирует игру. Я прошу прощения, у меня здесь слышимость такая. Соседи у меня крикливые, сумасшедшие. Блин, ну я просто надеюсь, вам это не слышно в микрофон. Просто я не могу по-другому. Я не могу дождаться момента, когда они уйдут или еще что-нибудь. Поэтому извините, если будут какие-то крики. Так вот, по поводу этой игры. Ну, здесь уже, наверное, крутится футажик из нее. Она оказалась, на мой взгляд, она оказалась неплохой игрой. То есть, особенно для фаната фильма, тому, кому фильм понравился, мне кажется, в ней есть чем заняться. Она вполне такая, знаете, приятная. Во-первых, графон классный. Местами прямо очень красиво. Ну, со скидкой, конечно, на то, что это PlayStation 3 уже старая игра. Сейчас, может быть, немножко не хватает им разрешения или чего-то такого, каких-то новых эффектов. Но, в целом, на тот момент игра была очень красивая. Она выглядела классно. Да, там не было такого интересного сюжета, но там был неплохой мир, который очень красиво нарисован. И, в принципе, ну, знаете, как вот бывает. Бывает игра корявая. Ты управляешь ей, она как-то вот чувствуется не очень. А здесь все довольно гладко. Мне вполне приятно было там бегать. Я даже одно время даже прямо проникся. И там просто хотелось находиться в этом мире, рассматривать его, немножко продвигаться по сюжету. Ну, как по сюжету. Там сюжет он такой, скажем так, больше для галочки. Но вот какие-то задания все равно были. Что-то, что-то какое-то, прогрессия какая-то есть. Но самое, наверное, главное все-таки, что она красивая. И плюс в самой игре очень много материалов, которые дополняют вселенную, скажем так, фильма. Там есть такая база своеобразная, в которой можно посмотреть и почитать про всех этих животных, которые населяют мир игры, которые... Ну, игры и фильмы, естественно, тоже. Про персонажей там. В общем, много интересных фанфиков, много интересных отсылок к фильму. На мой взгляд, неплохо. Давайте перейдем к более близкому осмотру этого, конкретно этого издания. Тоже стандартное издание. Ничего, в принципе, особенного. Стандартный Black Label. Стандартный Black Card. И тоже у нас здесь нет реверсивной обложки. Просто белая пустота внутри. Мануал выглядит вот так сзади почему-то. А, ну да, собственно, почему. Это же от Ubisoft игра, кстати. Я забыл об этом сказать. Я хотел удивиться, почему здесь реклама Ubisoft. Этот мануал, в отличие от Кеншира, он черно-белый. Ну и, в принципе, конечно же, как правило, в мануалах ничего такого супер интересного мы не найдем. Но, как я уже не раз говорил, лучше пусть такой мануал, чем вообще ничего. Чем пустота. Вот, представьте, вот так вот. Покупаете вы игру. Ну, грубо говоря, ладно, да. Сейчас-то мы ее покупаем как бэушный вариант по очень низким ценам. Но когда-то кто-то за нее отдал там 60-70 евро или баксов. И, представьте, вы покупаете за 70 баксов. Так, оп. А тут просто диск с игрой. Это то, к чему мы сейчас движемся. Так, мы двигаемся дальше. Я надеюсь, ролик получится не слишком затянутый. Я как-то неожиданно много выбрал игр. Мы только две успели посмотреть. Возможно. Ну, первый блинком, как вы знаете, поэтому со временем. Очередной диск. Очередное стандартное издание. Ничего сверхъестественного. Но особенность этого диска. Вот. Игра называется «Обьют Питанк». Особенность этого диска в том, что он будет интересен скорее больше для именно коллекционеров. То есть, для геймеров я очень сомневаюсь. Это очень специфическая игра. Вот. Вы видите футажик. Насколько она стрёмно выглядит. Кто не знает, «Питанка» это французская, ну скажем так, французская национальная, наверное, игра. Она очень популярна. Она безумно популярна во Франции. Вы будете ехать, не знаю, на машине по любой французской деревне, городу, где угодно. И вы будете видеть вот этих мужиков, пенсионеров или молодых, кого угодно, которые где-то на площадочках специальных, которых тоже очень много. Они вот шарики эти железные кидают. Я тоже этим когда-то занимался, пробовал. Ну, как занимался, пробовал, я имею в виду, играть в эту игру. И, в принципе, она интересная. Там есть своеобразная такая, своеобразный куражик такой. Конкретно по поводу игры, это, конечно, печальное зрелище. Она очень дешево сделана, она ужасная по графике. И, в принципе, ну, я даже не знаю, советовать, наверное, я бы ее мог только лишь тем, кто действительно фанат именно питанки как таковой. Хотя, опять же, даже в этом случае какой смысл играть? Ну, не знаю, если, может быть, трофеи. Здесь есть трофеи. И они, по-моему, они очень-очень простые. Там буквально надо просто пройти, грубо говоря, компанию, и вы получите платину. Вот. Давайте перейдем поближе, посмотрим на это издание. Чем это, собственно, издание? Почему я его показываю, да, вот вопрос. Для коллекционеров это довольно редкое издание, редкая игра. Для коллекционеров PlayStation 3 игр. Вы вряд ли найдете американскую версию этой игры, потому что она выходила только в Европе. И это первое. Во-вторых, ну, ее довольно трудно сейчас найти. Даже в Европе она встречается не очень часто. Существует еще вторая часть этой игры. Я видел ее в магазинах пару раз. Но цена была так себе, и поскольку... Я вообще-то, честно говоря, эту игру даже сомневался, стоит ли мне ее брать. Потому что, ну, в принципе, я больше склоняюсь брать что-то такое, что... Не просто редкий диск, а что-то, что мне интересно еще и поиграть. Ну, вот, он у меня есть, поэтому, как бы, жалеть уже об этом не буду. Насчет второй части, не знаю, я возьму, наверное, уже для сета, как говорится, возьму. Просто, когда попадется по более-менее меняемой цене. И снова у нас стандартное издание. Стандартный Black Label. Кстати, я забываю... Наверное, стоит... Для коллекционеров частенько это важно. Забываю говорить номера. Здесь у нас BLESS 01 340. Внутри также ничего нет, кроме мануала. Пустота, белая пустышка. Мануал тоже черно-белый. Тоже абсолютно ничего особенного. Но, как говорится, зато комплект. Зато комплектный вариант. Давайте сейчас по-быстренькому назову номера тех игр, которые я пропустил. Ну, и чтобы сделать это уже традицией, буду называть. Здесь у нас BLESS 00 667. И идем дальше. Подбираемся, потихоньку подбираемся к чему-то более интересному. Но пока еще все-таки распространенная вещь. Очень просто. Хочу вам показать эту игру просто потому, что... Ну, наверное, потому что немногие ее пробовали. Немногие в нее играли. По той причине, что она исключительно для PlayStation Move. Вот он у меня здесь специально. Я его подготовил для тех, кто не знает, что это такое. Хотя я сомневаюсь, что кто-то не знает, что это такое. То есть это контроллер, который движением управляется. Так вот, эта игра, она играется только исключительно с этим контроллером. Без этого контроллера в нее поиграть нельзя. Но, как ни странно, я бы тоже, наверное, на нее никогда не обратил внимание. Потому что я всегда к этому виду игры. Те же Kinect на Xbox, те же Wii, Remote, вот эти вот штуки. Как они там, нунчаки эти. Я как-то всегда к этому относился. Ну, мне не нравится. И мне казалось, что игры под это все делаются довольно такие детские какие-то. Ну, несерьезные, что ли. Не для core-геймеров. Но, поскольку... Поскольку мне достался этот Move вместе с консолью, которую я купил, естественно, в бэушном. Ну, здесь уже, будучи здесь. Я купил себе бэушную консоль в идеальном состоянии. Человек ее продавал. У него было три игры. И за все это время он даже эти три игры не прошел полностью. Ну, грубо говоря, она была почти нульцева, не использована. Но при этом у него был... Он ее купил уже с Move. Поэтому в нагрузку я у него забрал, конечно же, и Move. А эту игру я уже купил отдельно. И, ну, вы видите уже ролик давно здесь, футажик, да. Она оказалась, во-первых, красивая. Она выглядит действительно классно. Во-вторых, она оказалась, ну, скажем так, не самым худшим вариантом для... Ну, например, для тестирования того же самого Move. То есть, если вы хотите попробовать, что такое Move, то, возможно, это одна из первых. Или, например, если вы хотите ребенку, увлечь своего ребенка чем-то, чтобы он не просто сидел, а чтобы он, ну, не знаю, двигался. Например, хотя бы руками немножко размахивал, то вот тоже неплохой вариант. Как раз вот футаж, который вы видите, это записывал мой сын. Он ее взял попробовать. Ну, мы там с ним немножко пробовали вдвоем играть. Там можно, например, один управляет движением, скажем так, этого самого мага. А второй, он уже именно его палочкой управляет, стреляет там в монстров и все такое. Ну, в общем, ничего особенного, конечно, в этом нет, но мало ли, может быть, кому-то интересно. Давайте посмотрим поближе. И на сегодня это последний стандартный бокс, тоже Black Label. Но, как мы видим, вот эта каемочка синяя, она идет у всех игр, которым требуется PlayStation Move. Это вот такой дизайн своеобразный. Есть у меня еще там Medieval, например, там тоже самое абсолютно синий такой квадрат. Ну, и значок может быть еще нарисован, что здесь написано, вам понадобится вот эта камера и, как это правильно сказать, не геймпад, не джойстик, не манипулятор. Вот сам манипулятор номер 00819. Задняя сторона у нас выглядит вот так. Опять же, то, о чем я говорил, эти дурацкие наклейки. А вот внутри уже немножечко посимпатичнее. Внутри мы уже видим не только мануал, но и, ну, относительно, ну, я считаю, симпатичный. То есть, в любом случае, когда есть внутренняя картинка, это уже хорошо, но в данном случае это не реверсивная обложка, а просто такая внутренняя вкладка. Здесь какие-то тексты, какие-то картинки. То есть, в любом случае, это чуть-чуть посимпатичнее. Я надеюсь, там не сильно бликует вас, вам видно. И, собственно, остается нам посмотреть на мануал. Здесь есть помимо мануала была еще такая бумажка эта рекламная. Мануал тоже черно-белый, но хотя бы выполнен в каком-то таком едином стиле. Здесь есть вот рамочку сделали, нарисовали, то есть, что-то пытались, старались. Но это все-таки эксклюзив от Sony, поэтому, наверное, им нужно было. И вот здесь, кстати, сзади рекламка, мы видим сам мануал. Ой, мануал, блин, сам Move манипулятор. Есть еще вот такая для левой руки, кстати, которой довольно не хватает, чтобы играть в эту игру. То есть, это можно заменить обычным геймпадом DualShock, но все-таки это менее удобно. Это сделано именно специально под одну руку. Поэтому это зарядка для того, чтобы вы вставляете сюда и ту, и ту штуковину. Я, кстати, видел, продавал один паренек весь вот такой набор с зарядками, с этой. И вместе с PlayStation 3 за 50 евро всего лишь. То есть PlayStation 3 полностью с этим набором. И, по-моему, еще там пару игр у него каких-то было всего 50 евро он просил. Правда, вот такого пистолетика не было. Я подумывал-подумывал, но как-то в итоге долго думал и его забрали. Вот. Это у нас был Sorcery. Теперь мы подходим уже к чему-то более особенному и интересному. У меня есть вот такая вот штука. Специально терпел и не распечатывал ее для того, чтобы, грубо говоря, распечатать вместе с вами и посмотреть, что она из себя представляет. Ф расскажу эту программу. Продолжение следует...